Всем привет! Мы в Париже. Нас сюда пригласил один из самых крупнейших китайских автоконцернов для того, чтобы мы сняли обзор на автомобиль Zikar 001. Давид, Давид. Че, Фокус не продал? Не, не продал еще. Блин, прикинь, у меня восьми снялось, как будто мы в Париже снимаем Zikar. А мы его и так снимаем. А, ну да, кстати, вот он. Пойдем снимать. Сны оказываются вещи, и, конечно, не полностью. Мы сейчас снимаем Zikar 001, но на родной земле. Я думаю, что всем давно уже известно, что это китайский бренд. Конечно, он и еще некоторые бренды отличаются от всех остальных земляков. Это, скажем так, более лакшери сегмент. Но это, в принципе, чувствуется тактильно. Эта марка относится к компании Geely. Это премиальное подразделение их компании. Я понимаю, примерно это как у Hyundai Genesis, у Toyota Lexus, ну и так далее. Во всех обзорах ее очень-очень сильно хвалят. Говорят, что это прям просто топ-машина, убийца Теслы. Но пока, конечно, какую-то адекватную оценку давать в плане ее технических характеристик, надежности и так далее тяжело, так как они в основном все еще совсем новые и не так давно появились у нас на дорогах. Я думаю, через пару лет эксплуатации в наших климатических условиях будет уже более понятно, что из себя представляют эти машины. Но, во всяком случае, касаемо технологичности и внешнего вида, они прям выглядят очень клево. Конкретно модель 001 была представлена в 2021 году. Изначально мнения людей расходились касаемо, к какому классу относится эта машина. Это лифтбэк или спорттуризма, или кроссовер-паркетник. Но я бы ее отнес больше к классу спорттуризма. Это такие, как Porsche Panamera. Кстати, именно Panamera была взята за основу дизайна этого автомобиля. Как всегда, слезали китайцы все. По габаритам она в длину почти 5 метров, ширину 2 метра. Это достаточно большие габариты. При этом всем она имеет пневмоподвеску. У нее дорожный просвет регулируется от 117 миллиметров до 200 миллиметров. Достаточно сильно она задирается, более чем на 8 сантиметров. Вот такой. Не, ну это нормальная история. Именно эта машина на полном приводе. Здесь стоят два электромотора, которые суммарно выдают 544 лошадиных силы. Разгон от 0 до 100 у нее составляет 3,8 секунды. Аккумуляторная батарея здесь на 100 киловатт. Производитель заявляет, что запас хода без подзарядки у нее до 600 километров. Также есть версии с батареей более маленькой емкостью на 85 киловатт. У них запас хода составляет 526 километров. Ну, опять же, как заявляет производитель. Так, запас хода у нас 382 километра. Зарядка на 83% заряжена. Звук вот этот космический, как на всех электричках. Ну, очень интересно. Кстати, у него очень классная проекция. Мне очень сильно нравится, как она отображает изображение на стекле. Еще очень-очень четкая шумоизоляция. В салоне прям тишина. Но что мне непривычно в электрокарах, что мне не очень нравится по ощущениям, это то, что не переключается коробка, ну, от слова совсем. Ты едешь, грубо говоря, на одной скорости. Когда ты едешь в спокойном городском режиме, это как бы норм. Но когда ты начинаешь ускоряться, мне нравится, что она едет на одной скорости. Получается, тебя постоянно придавливает к сиденью. И у меня как-то вестибулярный аппарат не выдерживает это. У меня начинаются какие-то легкие головокружения. Поэтому мне все-таки более привычно, когда ты едешь в агрессивной манере. При переключении скорости все равно как-то твое тело чуть-чуть возвращается вперед. Здесь такого нет. Здесь тебя постоянно давит назад. Это как в самолете, когда он там разгоняется. Просто самолет-то взлетает, ты потом ничего не чувствуешь. А здесь постоянно на этом ощущении. Ну, наверное, нужно просто к этому привыкнуть. Оно как бы с одной стороны прикольно, необычное ощущение. Ну, а с другой стороны у меня вот что-то в голове начинает происходить. Какие-то легкие головокружения. Ну, может быть, нужно поездить подольше, чтобы к этому привыкнуть. Подвеска очень мягкая. Если даже сравнивать с Panamera, в Panamera гораздо жестче подвеска. Здесь вот в режиме, мы едем в режиме комфорт, очень мягкая. Еще есть версии на заднем приводе с одним электромотором с мощностью 272 лошадиные силы. Но у них батарея стоит по умолчанию всегда 100 кВт. И запас хода 712 км. Ну, давайте немножко расскажем уже конкретно о этой машине. Здесь установлены два разъема для подзарядки. Один предназначен для медленной зарядки. Вот он открывается механическим путем. Кстати, я считаю, что это правильное решение, в отличие от Tesla и Taycan. Потому что на случай, если она сдохнет полностью... У меня был случай с Taycan, что не знали, как открыть вот этот лючок, потому что он открывается автоматически. Поэтому здесь удобно, что если она полностью села, ты хотя бы сможешь ее к медленной подзарядке подключить, чтобы открыть второй. Второй лючок у нас уже идет автоматически. Он открывается путем так же нажал, и здесь стоит электропривод. Это для быстрой подзарядки. Закрывается он так же путем нажатия кнопки. Также в комплектации этого автомобиля присутствует электропривод дверей. Так что открытие и закрытие двери происходит автоматически. Ну и электропривод багажника соответственно. Аудиосистема Yamaha. Кстати, многие недовольны качеством звучания. Ну и я тут с ними соглашусь, она действительно уступает множеству конкурентов. Крыша здесь панорамная. Бывают комплектации, где стекло газовое, с электрозатемнением. Здесь этого нет. А еще этот автомобиль по всему периметру оснащен камерами кругового обзора. Их так много, потому что есть функция автопилота. И обстановку на дороге как раз таки и фиксируют эти камеры. Автопилот тестировать не стали? Не доверяем. Ну и вишенка на торте это система ионизации, ароматизации салона. В экстерьере мне еще очень сильно нравится то, что здесь огромные колеса. Диски 22 радиуса, но при этом само колесо тоже очень здоровое. И соответственно, если ее задрать, поднять в нем подвеску, она реально будет полноценным паркетником. Я считаю, что уже давно большие автомобили должны ставить большие колеса. Тормоза здесь стоят от компании Brembo, 6 поршневые. Здесь обычные железные тормоза. У них также есть версии на карбон и керамике, там 10 поршневые суппорта. Но я думаю, что 6 поршней вполне хватает. Она останавливается очень круто, достойно. Ну и давайте перейдем к интерьеру. Что мне очень сильно нравится в этом автомобиле. Хочу акцентировать свое внимание на качество исполнения. Насколько здесь все качественно пошито. Какие премиальные материалы использованы. Все строчки ровненькие, ровненькие. Кожа гладкая, напа. Но прям чувствуется вот такое лакшери. В отличие от конкурентов европейских, которые в последнее время стали экономить на качестве. Я считаю, что в этом плане китайцы просто их порвали. Это плевок в лицо немецким автомобилям. Я бы сравнил, наверное, качество исполнения именно отделки салона с премиальными автомобилями. Такими как Rolls-Royce, Bentley и так далее. Потому что они все еще следят за своим качеством. Ну и китайцы тоже молодцы. Стараются идти на уровне. Что касается самого салона, а именно дизайна. Вот мне не очень понравилось в Tesla. Потому что для меня непривычно, что нет приборной панели. И вот все у нас идет, все управление на одном большом экране. Здесь я оценил то, что все-таки какую-никакую, но маленькую приборную панель они сделали. В которой ты можешь следить за скоростью и так далее. Я считаю, что она должна быть. Руль очень удобный. Тактильно, конечно, классно. В руках он держится. Единственное, что мне непонятно, это управление с руля. Здесь сенсорные кнопки. Да, они как бы с откликом. Но здесь ничего на них не нарисовано. И ничего не загораются. Никакие лампочки. Даже регулировку руля, когда производишь, он тебе показывает инструкцию, какие кнопки нажимать, чтобы регулировать руль. Вот я начинаю это делать. Вот он у меня назад, вперед. Но при этом всем здесь на кнопках ничего не нарисовано, ничего не загорается. Могли же сделать так же, как здесь. Вот видите, нарисовано там всякий звук, стрелочки, микрофон. Получается, мы нажимаем просто по черному экрану. Еще бы хотел обратить внимание на всякие ништяки, которыми нас балуют китайцы. За что те же европейцы просят всегда дополнительную плату. Это вот зеленые ремни безопасности. Это же смотрится так круто и стильно. Но при этом у них это идет уже как бы в базовой комплектации. За это не нужно доплачивать. В отличие от какого-нибудь Porsche, который за красные ремни или за желтые просят еще дополнительно денег. Хотя я считаю, что все бестоимости, что черные, что красные, что зеленые, они должны стоить одинаково. Завершить этот обзор я бы хотел следующим заключением. Восприятие к этой машине как автомобилю пока еще не совсем у меня серьезное. По мне так это игрушка. Да, не спорю, классная игрушка. И очень сильно хочется в нее поиграть. Но назвать ее полноценным автомобилем мне пока тяжело. Наверное, иметь ее как одну единственную машину в семье на сегодняшний день не сильно разумно. Но хотя, опять же, смотря у кого какие запросы. Если ты передвигаешься дом-работа-работа-дом, то, наверное, окей, не спорю. Но я даже себе представить не могу картину, как ехать с семьей на этом автомобиле куда-нибудь в дальнюю дорогу за несколько тысяч километров. И когда у тебя сядет батарейка, ты должен будешь заехать на заправку, где есть вот эта зарядка. Не факт, что вообще на трассах эти зарядки прям везде есть. И заряжать ее там 2-3 часа до 100% зарядки. Ну, не знаю, это потеря времени по мне. Думаю, что как переходный вариант на сегодняшний день для людей, которые хотят пересесть на электричку, наверное, попробуйте сначала покататься на гибридном автомобиле. Потому что он все же будет более надежен в плане того, что вы не останетесь на трассе. Ну, или если у вас несколько автомобилей в семье, не спорю, тогда, конечно, классно можно купить этот автомобиль. На этом все. Всем огромное спасибо. Огромная просьба. Не забывайте поставить лайк. Пишите в комментариях, что вы думаете о данном автомобиле. Ну, и подпишитесь на канал. Спасибо, пока.